Погонять по центру Уральской столицы с чистой совестью. Такое удается разве что пилотам Формулы-1. Вновь легендарный болид разогнался до скорости 300 км в час, проверив на прочность не только главную улицу Екатеринбурга, но и нервы горожан. Юлия Анашкина заглянула в мобильные мастерские, чтобы познакомиться с неуловимыми автогонщиками. Рев моторов слышно за версту. По центральному проспекту со скоростью 300 км в час носятся болиды Формулы-1. За превышение пилотов никто не штрафует. Наоборот, разогнавшихся горщиков награждают овациями. Когда еще такое увидишь? Водители резину не тянут, они ее жгут. Проспект Ленина действительно превратился в настоящую гоночную трассу. Трибуну на случай ЧП огородили бетонными блоками. У дороги соорудили паддоки, мобильные автомастерские, где трудилась целая команда механиков. Без дела они не сидели. Из-за дождливой погоды пришлось переобуваться на ходу. Было немного скользко, конечно. С такой скоростью непросто было ездить, управлять машиной. Но когда ты водитель такого класса, уже привыкаешь. Я хотел повеселить толпу. Я думаю, что произвел впечатление. Впечатление на зрителей производят все болиды. Ведь почти все машины победители международных гонок. Этот болид здесь называют легендой. Он не раз прославлял знаменитого российского пилота Романа Русинова. Так в прошлом году пилот завоевал с ним бронзу чемпионата мира. Этот автомобиль был самым быстрым в Лимане. Этот автомобиль, который позволил нам выиграть первые два этапа чемпионата мира. И эта машина мощностью более 550 лошадиных сил. От таких мощностей и скорости голова идет кругом. От каскадерских трюков, мотоэкстремалов у горожан и вовсе сердце замирало. Еще раз повторяемся. Все, что вы видите на наших городах. Югры, дорогие, которые дают проезжать, проезжать. Стантрайверы ездят на одном колесе, вперед спиной и даже на голове. Говорят, чтобы выполнять такие трюки, с мотоциклом нужно срастись. Иначе не прокатит. Ну просто надо прикатанно быть к мотоциклу, чтобы он был продолжением тебя. Тогда все будет получаться. Если ты не чувствуешь мотоцикл, естественно, даже на двух колесах будет опасно для тебя передвигаться. Титулованный мотоэкстремал Марат Канкадзе с двухколесным другом на «ты» уже 10 лет. Выступая, привык соображать на троих. Вместе и зрелищнее, и интереснее. Мотоциклы разные, и стиль у нас разный. Например, Юра катается очень агрессивно, очень динамично. У него прям такой мощный напор. Мой стиль катания такой больше похож на вальс, на танец с женщиной, скажем так. То есть я катаюсь медленно, красиво и стабильно. Все этой красотой смогли полюбоваться около 10 тысяч екатеринбуржцев. В центре было не протолкнуться, даже несмотря на дождь. Для малышей весь день работала детская площадка, и все желающие могли почувствовать себя профессиональными дрифтерами. Юлия Анашкина, Ярослав Прохоров, Новости 41-го канала.